Начнем рассмотрение. Комиссия Саратовского ФАС составит председатель комиссии Смирнова. Члены комиссии Шалкина Руднева рассматривают жалобу о торговой доме Транцарфа на действие единой комиссии ГКО СОГО Старственное агентство по централизации закупок при проведении электронного аукциона последние четыре цифры 43,60 троллейбуса. Слушаем представителя заявителя подводом жалобы. Все необходимы документы о его предприставке. При принятии решения об охранении нашей заявки комиссии ссылаются на ОТПС, которые нами не будут представлены в составе заявки. Соответственно, источник получения информации не известен, не озвучен. Соответственно, считаем, что приниматься решение на основании документов, которые получены из непонятных источников, не ползует. Актуальную версию ОТПС мы представили в составе жалоб. В мае есть в общем. Также, до разрешения протокола в объективный итогов, был направлен запрос под комитетом по распоряжению муниципальной собственности землиной мережной администрации Балаков на муниципальном районе Саратовской области. В ответ на данный запрос завода-сказатель ОТПС подтвердила достоверность сведения, которое у нас заявлено по ОТПС. С нами также еще в адрес Уфаса представлено обращение и ответ фонд сертификационного органа НАМИ, где подтверждается о том, что дополнительно могут размещаться на накопительной площадке. Это низкопольная часть, она видна. И по сути, как это является. Это вид на изо ОТПС в клубе редакции. Дополнительная установка трех дополнительных мест. Обездано 15 мест, они могут быть изготовлены. Количество лючков мы продемонстрируем на видео. Кроме еще дополнительных долларов хотим заявить о том, что частью, точнее не частью, статью 6, законно установленный основной принцип контрактной системы, в том числе эффективный как-то. То есть, соответственно, отходить нашу заявку эффективности на депутатном отзыве, не достигается разница между заявкой нашей и заявкой победителя. Она составляет почти 26 миллионов. Это еще один интервью, который может приобрести город. У нас поэтому все готово ответить на вопрос. Спасибо. Мы просто пока нервны. Давайте послушаем позицию агентства, заказчика. Значит, нет? Описание агентства, собственно, было объявлено, была объявлена закупка, 103-60, последние 4 цифры в мае 24-го года, а закупка троллей. Описание объекта закупки предусматривало ряд характеристик, в том числе, была характеристика, ну, одна из формных характеристик. Количество мест, которое намещено в рископольной части, для того, чтобы устройство на постамент, не требующий дополнительного подъема, другой уровень провода и посадка сажиров. Данная характеристика установлена была в связи с потребностью заказчика. Ввиду того, что потребность заказчика, это пассажир, пассажир готов. У заказчика это люди при конном возрасте и женщины с колясками, соответственно, данная характеристика установлена с целью облегчения потребности наибольшего количества пассажиров и не является облегчением разработки оптимальных обстановочных решений в заводе. Ну, таким образом, пассажиропоток заказчика, он исполняет население приходного возраста, соответственно, на низкую хольную часть места, они, ну, мы из практики знаем, собственно, что, ну, то есть, обыватель даже может понять, что необходимость у них имеется. Далее. Поступило 4 заявки. Я в том числе заявку победителя, содержащих предложение, лучшее предложение ценовой актрелия. По количеству местных и по данной характеристике. Заявки участников были указаны в 15. Кроме того, в закупке установлен национальный режим. Таким образом, 616-е постановление установлено в связи с чем в требовании к содержанию того заявки было установлено необходимость предоставления реестровой записи. Реестровая запись заявителя была предоставлена. Это реестровая запись 35-1-20-23. Если мы обратимся к реестру Минпромторга, мы, собственно, и обратимся к пункту 4, мы приказывали Минпромторга, номер 1755, мы увидим, что обязательными средениями в реестре российской промышленной продукции является номер одобрения транспортного средства, в отношении которого выдается соответствующая реестровая запись. Если мы обратимся к реестру, который расположен в открытых источниках, мы увидим, что данному троллейбусу с данной реестровой записью соответствуют документы к номеру одобрения транспортного средства, ОТТС, последняя цифра и буква R4. Я прошу комиссию обратить на это внимание, потому что это существенно. С данным ОТТС можно ознакомиться на официальном сайте rst.gov.ru Это сайт Федерального агентства по техническому регулированию и микрологии. По сведениям, содержащимся данным ОТТС, который был представлен в комиссии Царатовского УФАС, максимальное количество мест на низкопольном полу составляет 12. Следовательно, комиссия просвалась сведениями ОТТС, которые соответствуют реестровой записи, и заявку на наличные непостоверные информации. 15 здесь не может быть. Далее хочется отметить, заявитель ссылается на то, что есть новый ОТТС, последние две цифры буквы R6, которые получены в апреле 2024 года. Хотела бы обратить внимание к комиссии, что с данным номером ОТТС не внесен приезд российской промышленной продукции. Соответственно, результатом в случае предоставления транспортного средства по данному ОТТС было также отклонение, для того, что нарушена национальная решена. По поводу эффективности, который вновь сейчас было заявлено, эффективность, безусловно, является, является принципом контракта с семь, при этом люди преклонного возраста, которые должны сидеть на нормальных в троллейбусах на низком полу, они являются все-таки приоритетом для того, что потребует наказчик, собственно, и складывается потребности людей, проживающих, и пользующихся данным транспортным средством. Поэтому считаем доводы, полностью не обоснованными. На официальном сайте Минбалдорга размещена актуальная версия, мы представили, как здесь, ОФАС, о том, что у нас внесены изменения и есть запись с ОТТС, последнюю группу цифры, R6. Интересно, комиссия в космос недостоверенности. Также мы указываем на то, что, во-первых, мы можем изготовить троллейбусы с размещением на низкопольной части 15 мест, то есть это подтверждается актуальной версией ОТТС. Далее, если это то неприемлемо, то, соответственно, техническое здание соус формировано таким образом, о том, что заказчик указал возмещение на низкопольной части стенок в местных сидений. Если мы говорим о том, что для посадки и высадки пассажиров, то, соответственно, в нормативных документах, как это осуществляется, пассажироперемостный троп, там указано о том, что посадка и высадка пассажиров это имеется действия по перемещению пассажиров мы когда давали заявку знакомы полностью более с техническим заданием что требуется заказчик вы были не согласны на тот момент при этом вы указали заявки информацию относительно мест вы даже подали запрос разъяснений судьи было следом данные вы и сами утвердили в разъяснении что у вас 12 нет даже жалобы утверждают что у вас 13 вместо 15 следовательно мы считаем что комиссия на момент рассмотрения заявки не знала не могла знать ар-6 вы предоставили конкретный товар из каталога продукции мне подсказывают член комиссии не из реестра из каталога продукции соответственно агент может руководить только перерыв для принятия решения ждать и не отключайтесь комиссия приняла решение оглашается результивная часть комиссия решила признать жалобу торговый дом транс альфа на действие единой комиссии гкосов государственное агентство по централизации закупок при проведении электронного аукциона номер 0 8602 50 82 4 2 0 43 60 троллейбуса не обоснованы решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия полный текст решения будет изготовлен направлен лицам участвующим в рассмотрении жалобы установлены законом срок это три рабочие дня не считая дня принятия решения если решение понятной вопросов нет то все на этом спасибо до свидания Продолжение следует...